Всем привет, добро пожаловать на мой канал, сегодня я начинаю снимать серию видео об уходе за волосами, первое видео будет посвящено средствам, которые я использую непосредственно при мытье волос, какие-то питательные маски, питательные ампулы, витамины, второе видео, если мы чуть позже, там я расскажу об укладочных средствах, которые я использую, и о средствах для волос, то есть о каких-то пенах, утюжках и расческах, итак, всем, кому интересно, добро пожаловать, начну я с шампуней, пожалуй, шампуней у меня три, сейчас недавно я купила себе серию Marocco Noel, расскажу немножко о ней, еще в видеопокупках вы увидите, вот, это первый продукт, это вот такой, такой шампунь, от Marocco Noel, это шампунь, так, увлажняющий шампунь, увлажняющий шампунь, он не содержит сульфатов, парабенов и прочей химии, но в отличие от других натуральных шампуней, он достаточно хорошо пенится, то есть его нужно совсем немножко, вот здесь в бутылечке 250 мл, не знаю пока на сколько мне хватит, пользовалась ему уже, наверное, раза 3-4, и в принципе я довольна, единственное, мне кажется, что для моих волос он слишком увлажняющий, то есть корни пачкаются довольно быстро, а сами волосы на ощупь очень мягкие, очень приятные, очень хорошие, то есть как бы у кого сухие волосы, не только на кончиках, но и у корней волос, я всем советую, вообще немножко сейчас расскажу быстренько о своих волосах, я в принципе довольна, они у меня у корней жирные, да, к низу становятся более сухие, с жирностью я уже давно перестала бороться как-то, потому что в принципе она мне особо не мешает, голову я мою раз в два дня, не понимаю девочек, которые моют ее реже, у меня просто мои волосы как бы не приемлют такого отношения к себе, я обижаюсь, когда я их мою реже, ну может быть раз в три дня я еще могу как-то проходить, потом уже все, конечно, волосы в непотребном состоянии, но сейчас приближается осень, уже пришла, так сказать, и конечно не хватает витаминов ни волосам, ни телу, в общем-то всему организму не хватает какого-то витаминного заряда и волосы у меня начали немножко выпадать, ну не то, что выпадать, но большее количество волос, я заметила, остается на моей расческе, поэтому я стараюсь как-то их питать, не забывать обязательно про них, делать какие-то маски, в общем-то, вот я решила сменить полностью свой уход за волосами, раньше я пользовалась натуральными шампунями натуры Сибирика и пользовалась обычными совершенно шампунями, там Лореаль, там не знаю, Шаума и так далее, вот сейчас решила вдариться немножко более профессиональный уход за волосами, посмотреть что получится, надеюсь волосы меня отблагодарят. Также от Марокко Нойл я приобрела вот такую маску, значит, это питательная кремообразная маска с маслом органы для глубокого увлажнения сухих порожденных волос, придает им блеск и легкость укладки. Маской я довольна на все 100%, то есть масло органы это, конечно, вещь. У меня даже вот недавно ходила у меня своих собачек в салон, отводила стричься, и там девочки мои тоже сухая шерсть, и ей делали комплекс также из масла органы. Действительно очень классная маска, всем как бы советую, наносится легко, держать там нужно буквально 5-10 минут, но бывает, что я держу ее меньше, волосы отлично расчесываются после нее на ощупь, просто нереально классные, как бы маску всем советую, обязательно попробуйте, присмотритесь, может быть, шампунь пока я бы не всем посоветовала, а вот маску я бы советовала всем-всем-всем. И последний продукт я купила всем известное, Moroccan Oil масло для волос, у меня в лайтовой, так сказать, версии для светлых тонких волос, взяла пока маленький пузыречек, потому что до этого у меня был пузыречек еще меньше, как только это масло вышло, мне презентовала подружка, пузыречек 15 миллилитров был, такой спробный сэмпл, так скажем, и мне его хватило на месяц. Сейчас я взяла чуть побольше, 25 миллилитров, потестирую, посмотрю еще раз, потому что до этого у меня было только классический морокко, не лайт-версия. Если понравится, то приобрету большое. Конечно, вещь не из дешевых, но и не супердорогая, так что я думаю, что можно себе позволить хотя бы вот такую небольшую версию попробовать, хотя бы для интереса. Так, следующий шампунь, которым я пользуюсь, это шампунь от Shiseido Super Milt. Это супер мягкий шампунь для волос с ароматом трав. Поскольку у меня в квартире очень жесткая вода, я стараюсь пользоваться мягкими шампунями, которые все-таки увлажняют волосы, да, и вот этот шампунь мне тоже очень нравится, он с витамином Е, хорошо моет голову, не могу опять сказать, что он там держит свежесть волос очень долго, нет, такого нет, но волосы действительно после него мягкие, очень хорошо расчесывать. Единственное, он не экономичный, то есть за пользование, ну, я пользуюсь им где-то раз в неделю, то есть, ну, не для каждодневного использования его применяю. И вот где-то за месяц я думаю, что уже он, то есть опять применение шесть, и он, наверное, уже заканчивается. Ну, не знаю, буду покупать еще или нет, может быть, может быть, потому что он тоже как бы не из дешевой линейки шампунь. И последний шампунь, который я пользуюсь, это вот такой шампунь от Cool Orange от Libel, тоже профессиональный шампунь, пользуюсь им уже очень давно, как вы видите, в принципе, четверть шампуня еще у меня есть, пользуюсь им где-то, ну, не знаю, уже, наверное, где-то полгода. Этот шампунь очищающий, вы тут уже, видите, не смогу вам прочитать, все стерлось, да, но этот шампунь не для каждодневного использования, и можно пользоваться максимум раз в неделю, то есть, да, лучше, конечно, раз в две недели, он хорошо очищает волосы, он немножечко смывает краску, совсем чуть-чуть, но из-за того, что он очень-очень хорошо смывает все загрязнение, особенно если вы ходите с распущенными длинными волосами, постоянно пыль какая-то на дорогах, там, выхлопные газы, не знаю, очень много всякой гадости прилипает к нашим волосам, и вот этот шампунь отличный просто, хорошо попробовать им попользоваться после моря, да, после соленой воды, тоже, чтобы очистить волосы. В общем-то, в принципе, я довольна, но он не органический, по-моему, насколько я помню, но очень хороший тоже, советую присмотреться. так, учитывая, что я уже сказала, да, что пытаюсь попитать как-то свои волосы и восстановить их, я решила, так, ну, не тратится пока особо, пока есть время, еще пока не все волосы выпали, как говорится, и приобрести вот такие два комплекса, попробовать их от домашних рецептов, это укрепляющий комплекс для волос 3 в 1, содержит масло шиповника, виноградных косточек, керамиды и пантенол, и вот такой вот комплекс восстанавливающий для волос, здесь у нас миндальное масло, оливы, витамин В5 и вот этим я еще не пользовалась, пока вы видите, да, этим я использовала уже его 2 или 3 раза, вот здесь везде по 8 ампул, что значит здесь нужно, ну, вот этот, он восстанавливает работу сальных желез, снимает жирность кожи головы, жизненную энергию придает, ну, а здесь укрепляет и, как бы, блеск придает волосам, нужно их наносить где-то на 30-40 минут на волосы и затем, как бы, смыть, надеть шапочку, походить и смыть, использовать 1-2 раза в неделю, 2-3 месяца, но не получается у меня, я не могу никак себя заставить где-то походить, потому что, как бы, я мою волосы только с утра, утром, перед работой, и поэтому у меня есть возможность использовать эти масла только в выходной день, но в выходной день не всегда есть опять-таки какие-то же времени, немножко лень, как-то походить там, потом опять идти мыть, в общем, ну, в основном, да, использую, стараюсь их использовать в выходной день, но сейчас вот закончился дачный сезон, то есть, как бы, буду выходной в Москве и надеюсь, что найду время на эти ампулы, и недавно купила еще тоже попробовать вот такой вот золотой шелк серии, активатор роста волос, масло косметическое, состав, вот, кому интересен, здесь вроде бы все такое, сейчас если сфокусируется, безобидное, такое приятное, вот, здесь свое масло, касторовое масло, репейное, ретинол, витамин А, витамин Е, фолиевая кислота, витамин F, экстракты алоэ, шиповника, парфюмерная композиция, значит, он опять-таки от попадения волос, да, вот так вот оно выглядит, пользовалась я им всего один раз, ну, похоже на репейное масло, да, такая формочка у него, репейное масло, кстати, у меня тоже есть, и касторовое масло, вот, ну, здесь тоже самое, нужно одеть, нанести на волосы, одеть шапочку, смыть шампунем, ну, опять-таки, я все никак не займусь, все мне лень, я в основном наношу на ночь репейное масло, или касторовое масло, или кокосовое масло, у меня есть эти три масла, не взяла я сейчас их с собой, лежат в ванной репейное, кокосовое, касторовое, нужно хранить в холодильнике, поэтому они у меня лежат в холодильнике, и я делаю на всю ночь эту масочку на волосы, сплю с ней, и утром смываю, в принципе, я довольна. И последнее, что я вам покажу, ну, это уход-укладка, теперь просто мне очень нравится этот продукт, уже второй раз я его покупаю, это вот такое средство от Got2B, легкий флирт, крем для укладки разглаживающий, но я его больше использую как термозащиту, отлично подходит, до 200 градусов в среднем где-то он защищает мои волосы, и что приятно, он защищает еще от ультрафиолета. Прекрасный у него аромат, такая вот помпа, очень удобно наносить, сейчас покажу структуру, состав, вот так вот выглядит этот крем, очень легко впитывается, аромат очень классный, очень ненавязчивый, обалденный, легкий, от волос классно пахнет, вот, то есть, ну, очень хорошая вещь, тоже советую, ну, как бы, понятное дело, что тут и диметикон, и всякие прочие вредные штуки есть, но мне нравится это средство, покупаю уже второй раз, и пока я им очень довольна. Ну, спасибо, что смотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось, обязательно скоро выложу следующее видео, где расскажу уже более детально о средствах, об укладке волос, которые я использую, о своих приборах для волос и о своих щеточках. Всем спасибо, всем пока!